Это праздник, седьмое на листах, это радость, со слезами на глазах. Эмоции в этот праздничный день действительно трудно сдержать. Победа и свобода, которые достались ценой миллионов жизней, эхом отзывается в сердцах ветеранов. У их домов фронтовая бригада организовала небольшие концерты. Николай Финько не понаслышке знает, как рисковали жизнями солдаты советской армии. Теперь ветеран желает лишь одного – чтобы подобные ужасы войны не затронули наше и будущее поколение. Вот я получил ранение в Нижнем Канельберге. Тяжелое ранение получил. Ударил меня вот сюда, пули снайпер, и пролетел вот сюда. Выжил. Я это сам пережил, знаю трудности. И хотелось, чтобы народ жил спокойнее, без всяких потрясений и этих страстей. В состав фронтовой бригады вошли педагоги школ искусства, актеры Саровского драматического театра и участники клуба 1945, которые предоставили военную технику. Пели о боях, о родном доме, о героях тех событий, о великой победе. По словам солистки Татьяны Бычковой, выступать перед ветеранами вдвойне ответственно и почетно. Выражать благодарность за мирное небо и спокойную жизнь необходимо как можно чаще. Некоторые у нас в агитбригаде наши не могут сдержать даже слез, потому что песни, мы смотрим на ветеранов, они плачут, им приятно. И нас это, конечно, тоже трогает. Самое главное, чтобы они были здоровы и чтобы они знали, что мы о них помним. Соседи и жители близлежащих домов смогли также насладиться выступлениями. Многие выходили во двор, подпевали знакомым мелодиям и танцевали вместе с ветеранами и артистами. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.